Лолбок и Кики Рэй. Вырубай этот ролик нафиг, потому что он испортит твою психику. Приветствую, друзья. Подписчик попросил рассказать, почему призраки приходят ночью. В этом видео я попытаюсь вам об этом рассказать. Днём, когда шум улицы, жизни, событий заглушает всё вокруг, не видишь и десятой части того, что происходит на самом деле. И только когда наступает ночь, и ты сидишь один в квартире в оглушающей тишине, всё начинает казаться иначе. Вот скрипнул паркет в прихожей, кто-то ходит за дверью, ты открываешь дверь, и кажется, будто в последний миг этот кто-то шмыгнул куда-то в темноту. Ты смотришь в большое зеркало, висящее над тумбочкой, и кажется, что отражение, которое ты видишь, какими-то неуловимыми штрихами отличается от реальной прихожей. И ощущение, что и твоё собственное отражение вот-вот подмигнёт тебе или помашет рукой, хотя ты стоишь, не двигаясь, не шелохнувшись. За окном ни малейшего дуновения ветерка, ни звука, как будто за ним потусторонние миры или пустота. Точнее, за ним может быть всё, что угодно, и ты не удивишься, если выглянешь в окно и увидишь, что город исчез, и теперь за ним тёмный, мрачный лес, который рос здесь тысячу лет назад. В такие моменты, как на его воображении всплывают образы, давно минувшие события, свидетелем которых ты даже не был, и ты начинаешь чувствовать, как всё время и пространство существуют в одной точке, с которой ты слился. Днём, когда вокруг шум, суета, движение, мы абсолютно слепы и не видим всего того, что скрыто глубоко внутри нас. Мир удивителен и приветлив днём, когда все сущее просыпается и оживает. Но с наступлением темноты появляется иная сторона мира, неведомая простому человеку. Она пугает, но в то же время манит своей неизвестностью, почему призраки являют себя только по ночам и для чего они приходят. Когда человек спит, он находится в самом своём беззащитном состоянии. Он не готов к резким движениям и нападкам извне. Поэтому внезапное пробуждение от ночного кошмара или громкого звука может означать для человека лишь одно к нему пришёл призрак. Более того, призраки не скрывают своего присутствия и при дневном свете. Но ночью, когда шумы затихают и Вёп погружается в сон, активизируются они. Прежде чем человек уснёт, он пройдёт несколько стадий засыпания. Самое важное из них – пограничные. Именно на этой стадии мозг очень восприимчив ко всему, будь то шаги в соседней комнате или ледяное дыхание на шее. В таком безоружном состоянии человек моментально выходит из пограничной стадии и просыпается в состоянии необъяснимой паники. Для чего же приходят призраки ночью? Далее следует выяснить причину призрачного появления. Обычно такие сущности не приходят просто так, у них обязательно есть цель такого внезапного присутствия. Покойная родственная душа пришла навестить. Духи умерших иногда напоминают о себе незатейливыми шорохами или ночными шагами, чтобы память о нём не умирала. Неупокойные души, умершие при странных обстоятельствах, навсегда застряли в мире живых. Их сущность заполонила вселенской обидой, поэтому такой визит бывает крайне агрессивным. Призраки хотят дать напутствие или предостеречь от опасностей. Иногда духи приходят, чтобы помочь человеку разобраться в собственных страхах и направить его на верный путь. В другом случае призраки являются, чтобы уберечь от возможной беды. Не исключено, что явление призраков совпадает с осуществлением ими своих недобрых намерений. Некоторые духи хотят забрать человека с собой, пока тот беззащитен и дезориентирован. Почему призраки более активны ночью? Почему духи более активны в ночное время? Призраки дают знать о своём присутствии между 12 часами ночи и 4 часами утра. Большинство паранормальных расследований происходит ночью, потому что паранормальная активность более активна между полуночью и 4 часами утра. Отчасти это связано с тем, что большая часть земной деятельности уже закончилась, потому что большинство людей спят ночью. Кроме того, большинство электроприборов не используется. Легче обнаружить паранормальную активность в ночное время и исключить электромагнитные помехи от используемых приборов. Это не означает, что сущности или энергии не активны в дневное время. Они есть. Существует также более научная причина увеличения паранормальной активности в ночное время. Это связано с отношением Солнца и Земли. Энергии, связанные с призраками, кажутся электромагнитными по своей природе. Солнце представляет собой большой естественный ядерный реактор в Солнечной системе. Он постоянно облучает Землю альфа, гамма, рентгеновским и космическим излучением. Вместе они называются солнечными ветрами. Земля и все ее обитатели защищены несколькими защитными слоями, блокирующими примерно 99% этих опасных лучей. Один из этих слоев называется магнитосферой, представляющей собой магнитное поле, которое излучается от обоих полюсов в продольном направлении формы воронки. Взаимодействие этих частиц излучения можно увидеть в северном сиянии или южном сиянии, где магнитосфера самая тонкая. Под магнитосферой находится ионосфера. Этот слой отражает естественное электронное магнитное поле Земли, излучаемое обратно вниз к поверхности Земли. Сила солнечного ветра сжимает магнитосферу на стороне Земли, обращенной к Солнцу, что также сжимает ионосферу ближе к поверхности Земли. В результате чего естественное электронное магнитное поле Земли становится более хаотичным и отскакивает взад и вперед на небольшой площади. По мере того, как солнечные ветры приближаются к Земле, магнитосфера и ионосфера расширяются наружу и вдаль от планеты в ночное время. Это позволяет собственному магнитному полю Земли расширяться и становиться спокойнее. Для доказательства этого просто настроитесь на длинные и средние волны радионочью. Вы можете поймать станции со всей страны, а иногда и издалека. Предполагается, что духовный мир может подключаться к спокойным, свободно текущим солнечным и геомагнитным энергиям и настраиваться на них. Подводя итог, можно сказать, что солнечные ветры направляют электромагнитные поля к Земле на дневной стороне. Поэтому сущностям не нужно использовать их для материализации или взаимодействия. В то время, как на темной стороне, обращенной от Солнца, электронное магнитное поле движется вверх от Земли и выходит в космос. Это идеальная среда для любого типа духа, который хочет взаимодействовать или оптимизировать. Существует более духовная или ненаучная причина веры в то, что паранормальная активность увеличивается ночью, основанная на юдиохристианской вере в инверсию часа Христа. Предполагалось, что Иисус Христос был распят в три часа дня, поэтому в три часа ночи или час против распятия отражали бы противоположность или инверсию. Считается, что беспокойные духи могут в это время свободно бродить и творить хаос. На Западе это известно по ведьминому часу. Первоначально считалось, что злые духи насмехаются над богами. Друзья, случалось ли вам видеть подобные необычные явления? Делитесь своими наблюдениями в комментариях. До скорой встречи! Демура Субтитры создавал DimaTorzok